Пока, тупица. Запер тебя, всё, 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 ты в это арест. Да-да-да, Дженни, всё. Всё-всё-всё-всё-всё, ты не выберешься. Это тюрьма. Беги-беги-беги, Дженни, быстрее, быстрее. Ну шо, ребята, наша поездка в Украину начнётся уже вот прямо сейчас. Мы уже собрали практически все вещички. В этот раз я беру с собой очень много всего, беру целый чемодан, потому что мы везём не только наши вещи, но мы ещё и везём подарки для Игоря и Леры, которых мы встретим уже совсем скоро. А также те, кто смотрел предыдущий влог из Украины с видеожары, возможно, помнят, что мне подарили там очень и очень много подарков, и мне даже пришлось покупать дополнительную сумку за 2000 гривен. Поэтому, чтобы избежать такой ситуации, мы решили взять огромный чемодан, ещё маленький чемодан, ещё вот рюкзак, и вот эта тупица ещё сумку какую-то свою берёт, да? Многие меня спрашивали, а с кем же останется собака? Да, собака с нами не едет, и она останется с моим папой. Мой папа поживёт в моей квартире несколько дней, пока мы будем в Украине, и будет следить за Дженни. Да, Дженни. Мы только что прилетели в Казахстан, в Нур-Султан точнее, и сейчас мы идём на пересадку уже к полёту в Украину. Господи, наконец-то мы добрались до Украины. Ох, наш номер в отеле. Господи, как же я устал. Надо тут всё тщательно осмотреть. Смотрите-ка, какой-то шкафчик. Я даже не знаю, что там может быть. Ну, ничего, в принципе, нету, можно его закрывать снова. Так, ладно, пойду по... Ладно, 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 я там что-то явно было. Подождите, нам нужно узнать. Ну что, ребят, вы готовы? Вы готовы? Извините, до Киев? Короче, мы добрались до Киева, мы заселились в номер, я жутко устал до сейчас, но сейчас... Игорь ковыряется в носу. Не было такого доказательства. Руку-то не было. Не, ну как бы, ну это не тебе. Подарк! Короче, смотри, мы не знали, что тебе подарить. Мы же тебе подарили сибирский сувенир. Это... Я думал, снег. Ну это еще не все, это вот это. Ой, прикольно. А еще, это еда, еда всегда полезна. Да, все, спасибо. Ну я пошел. Мы, короче, проснулись. Мы опаздываем. Мы выглядим как зомби. Ну я всегда красивый. Я вам, Аурик, всегда красивый. Я ничего не делал. И танцуй. Е, 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 комоп, ага. Туда, туда, сюда. Да, да, я, да, я, да, я. Опа, опа. Не терял. Чикамопау. Пипипупупупупау. Пупупупуп. Мы решили выйти простым смертным. Посмотрим, что вообще там находится на медиаторе. Мы идем. Чисто популярный Майнкрафт-ТВ. Короче, мы немножечко пофоткались, а сейчас, минут через 15, мы двинемся на главную сцену. Там будет открытие фестиваля. А после этого у нас еще целых две активности. Мы будем с Игорем играть, а еще мы пойдем на автограф. На автограф сесть. Смотрите, смотрите, я блогер. Ты готов? У меня вина, да? Да. Я просто ничего не вижу. Ой, страшно. Какой-то. КОНЕЦ Приятного тебе шутить своим фрумирам! Поверь мне, это будет у нас! Это будет у нас! Упописано играть! Стал пить цюню, короче. Ну да, вот. Мне понравилось. Дали пакетик видеохары, даже две штуки. Обзорного нет. Бутылка с целопатом. Я не знаю, как у нас. Вот это. Все бумажки. Мы не бережем природу. Ну все, там вот. Круто, молодцы! Мы сейчас идем в гейминг-зону. Будем играть с подписчиками в Heroes of the Storm. Добрали нашу команду. Команду поприветствовать. Команду Дракуте. Это у нас там хил, ДД. Ну вот это все, короче, у нас жестко. Юр играет нечестно. Он набрал себе в команду Вику Кантер, Тиранита и еще какого-то мужика Бородатого. Вот. И вообще мне все не нравится. Юля, как ты к этому относился? Смотрите, это я, короче. Я чисто, я орк такой, знаете. Так. Мы проиграли благополучно. Вот наша интеграция команды. Стоп. Это что-то было странно, ребята. Не знаю, там записалось, а еще не записалось. Нормально, вроде нормально. Я уже, если честно, замучился. Я тут, наверное, гуляю минут тридцать. И за эти тридцать минут ко мне подошло. Третий человек, стоп. Здорово с вами, Ажикач. Ребята, на самом деле, все это время у меня был клон. Он мне помогал записывать видео, когда я не мог. А еще он начинает сфотографироваться. Поэтому все равно. Я только что снова сидел на сцене, отвечал на какие-то вопросы. И реально просто устал. Наверное, на сегодня нужно закончить с этим ждем. Завтра еще автограф-сессия и куча-куча всего. Поэтому первый день видеожары подходит постепенно к концу. Мы, короче, решили ненадолго вернуться в отель, чтобы выложить все вещи, все подарки, которые нам подарили на первом дне видеожары. Я тут вдруг вспомнил, что я вам не показал номер, а это наша с вами традиция, поэтому... Фокус, где ты? В общем-то, живем мы вот в таком вот отеле. Здесь у нас бесплатно сразу же прилагается девушка, вот. Ну, она не живая просто так, чисто резиновая. Ну, в принципе, сойдет. Видите, такая с управлением. Вот тут рычаг чисто вот так вот. Звум-звум-звум. Ну, нормально, нормально. Вот такой вот у нас вид из окна. В принципе, не очень даже плохой. Мне, конечно, в предыдущем отеле в прошлом году нравилось больше, но тут тоже неплохо. Не смейся! Это не ходит твоей функции. Звук. Выключите. Звук. Сейчас мы, короче, переоденемся и снова поедем на видеожару, но на этот раз уже не просто на видеожару, а на автор-пати! Если вы не знаете, что это такое, это такая вот штука, мероприятие такое, где все отдыхают иногда. Ребята, мы тут нашли какую-то классную штуку, такие коробочки, в которых могут попасться какие-то очень крутые вещи. И мы сейчас их приобретем и будем открывать. У-у-у-у! Вы не орите, пожалуйста, у меня плотная. У меня плотная! Ребята, смотрите, короче, коробка, да? Коробка, смотрите, коробка. Ю-бокс. А тут еще, Игорь, смотри. Идет, идет. Короче, а мы вот это открываем. Как мы делаем, короче? Прям вот так, вот так, вот так вот, и вот так вот. И теперь душем оператора. Вот так вот она делается. Опа! А что у нас внутри? Это все мне. Это все мое. Мышка. Моя. Бип-бип, у меня жип-жип. Бип-бип, у меня жип. Жека. Что? Как дела? Пошлите наверх, мы идем вон туда. Вы, два ленивых говна, погнали. Лера, еще кофту заберу. Так, нас все кинули, и мы с Юлей идем забираться на какую-то хиробору, чтобы посмотреть с нее вниз. Что, ребята, мы забрались на какую-то срань, и сейчас мы будем с нее спрыгивать. Класс. Красиво. Ребята, у нас появился нереальный челлендж. Тут можно спуститься по лестнице вот так вот вниз, но мы решили с Юлей сбежать по холму. Если мы расшибемся, то... Страховая что-то как-то, мне страшно. Мне страшно, Юля, мне страшно. А я хочу вот так вот, мне не надо лестницы никакие. Опа, мы нашли какой-то секретный проход, ребята. Опа, секретный проход, а вот и лестница, ну ладно. Наступил последний день нашего пребывания в Украине. Нас уже покинул Игорь, я, к сожалению, это не успел заснять. На самом деле я был просто страшный очень сильно в 6 утра, когда они уезжали, поэтому я не хотел вам показывать эти кадры. Игорь с Верой уже уехали, а мы сейчас гуляем с Юлей по Киеву. Сейчас мы поедем кататься на фуникулёре, посмотрим другие достопримечательности, и вечером у нас уже самолёт. Мы долго шли, шли и нашли фуникулёр. Фуникулёр. Это, видимо, какая-то схема этого фуникулёра, я понимаю, или нет? Горы схема. А, схема горы. Он, походу, уже уезжает. Ничего себе. А что, мы тут долго будем ждать, мне кажется? Блин, нифига, тут прикольно, смотрите, он поехал. Тюк-тюк. Прикол. Чисто прикол. Думал, что это будет как-то поэпичнее. Мы сидим в паникулёре, я поедем, е-май-ю. У меня села камера, поэтому теперь я снимаю с телефона. Но мне кажется, что если бы я этого не сказал, вы бы даже не заметили. Потому что моя камера практически ничем не отличается от 50-го айфона. Вот, смотрите, мы, короче, идём к этой билде. Это знаете, эта билда, короче, она типа зовёт. Родина мать зовёт. Ага, ну да. Мы нагулялись, поделали кучу фоточек, и вот теперь наша поездка уже подошла к концу. Лететь нам опять очень-очень много, и сейчас, чтобы вы понимали, 8 вечера по украинскому времени. А в Новосибирске мы будем только в 11.45 утра. Это просто жесть. Я надеюсь, что у меня хотя бы получится поспать. Самое главное, почему мы ещё не задержались в Украине так надолго, это всё из-за того, что нас сразу же ждёт переезд в другую квартиру, когда мы вернёмся в Новосибирск. Так что ждите следующих влогов про ещё всякие различные поездки, и подписывайтесь, а мы полетели. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова